О боже! Здравствуйте! Девочки, извините очень сильно, у нас наше правовое горе есть. Да, я желаю тебе... Ну что тебе желать? Ну то чего нет, естественно. Чтобы... Через два года ты снял от Сейлинджера. А вот смотрите, вот этот человек сейчас портит интервью, которое потом Рите как память останется. Юра, ты уже сказал свою. Риточка, просто Мария размочила две наши сигареты, которые стреляют в своем стакане сока. Не знаю, что делать дальше. Рита такая говорит, ай, там свои, там свои. Рита, у тебя пустая пачка. Это не оправдание, не оправдание, понимаешь? Итак, продолжим, продолжаем интервью. Так, давай, просыпайся. Рита, ты говорил что-то вроде насчет через два года. Через два года ты снимешь фильм. Мы придем, посмотрим. Да. И ты снимешь участие. И я почти уверен, что фильм будет порожняк. Порожняк полный. Не, фильм будет крутой. А, ладно. Вот, неужели вот этот человек... Рит, а вот смотри, неужели вот ты в таком состоянии можешь снять крутой? Ну, это ужасно, это ужасно. Гений всегда так поступает. Только не дождалась, я прихожу, она уже спит. А, блин, просто погода не та. Но сон тянет. Человек ссылается на погоду. А это значит, что ему нечего сказать просто. Знаешь, дорогой, с таким компроматом на меня тебе больше не жить так спокойно, как журой. Она наймет, наймет. Да. Знаешь, у меня есть знакомый в воздухе. Все меня хотят одного из того же. А я красавица. Всегда у меня здесь есть. У меня здесь нет. Ой. А ты не охуела в комнате с сигаретой? Я вообще не знаю, что сделала. Если бы я умела материться, я бы тебя ответила походу. Я у себя в комнате даже по праздникам не позволяю себе курить. А ты в чужом доме и... О чем это говорит? Разной степени свободы. Она забыла. Да, мы говорим о мальчике. А, то есть я никчемный раб, да? Проблема в том, что я облила всю свою юбку, которую нельзя стирать. Облила всю свою кофту, которая стоит 1000 долларов. Кофта. Так, эта кофта стоит 1000 долларов. Видите, вот то, что на ней сейчас надето. Это 1000 долларов. Знаешь себе. А правда не похоже? Кто? Ну, моя кофта. Ну, непонятно, да? С чем? Понимаешь, в чем разница между лекалом? Спросите, пожалуйста. Вы приготовили мне кровавую. У меня нескромный вопрос. Томатный сок есть еще? Я не знаю, что вам с этим делать, но вы согласились не приготовить кровавую. Я не знаю, что вы предлагаете мне... Я предлагаю вам ночи. Девушка, это откровенно нескромное предложение. Да, я понимаю, вы бы меня послали. Если бы не знали, тогда я буду. Так, я похоже знаю, что она хочет сказать. Так, молодой человек, это больница. Выйдите из палаты, пожалуйста. Так, продолжаем. А о чем мы говорили? Мы говорили, что у тебя кошечка за 1000 долларов, и я никчемность. Давайте поговорим о Буде Алине. А? Давайте поговорим о Буде Алине. Знаете, ты генеральный режиссер. Он учит бабок. Он учит на то, что он хочет. Ладно, это бред сумасшедшего. Продолжим здесь. Давайте поговорим о Буде Алине. Мне уже 15. Я покупала ровно 19 шариков. Два лопнулась на тот момент, когда я еще не исполнилась 19. Я поздравляла ее совершеннолетием, которое она уже перешагнула. Ты это говоришь таким тоном, будто вот ты первый шаг по Америке сделала и... Эта фигня отвалопнулась сразу, и ей оказалось 16, а теперь ей уже 14. Ну что это такое, нормальный день рождения? Ну... Ты меня спрашиваешь, что ли? Я курить хочу, но мне совесть не позволяет закурить в комнате, понимаешь? Твою мать, ты не кино-критик. Я не критик, я киновед. Кто сказал, что я критик? Я от тебя просто в шоке. Повышай, пожалуйста, свой уровень интеллекта. Хорошо, сейчас повысим так лучше. Я вот снова. Молодец. Нет, просто то, что касается журналистики, я не могу сказать, что я знаю много, но чуть-чуть я уже знаю. Меня не нравится, как ты себя ведешь. Давай мы проведем нормальный разговор. Тренируйся, как я с вами слушать. Знаешь, есть такое издание личности. Никогда в жизни не печаталось бы. В печатных изданиях, если бы они не нравились мне самой. Одна публикация у меня в журнале контракты, а другая в журнале личности. Потому что почему? Потому что ты журнал, я могу читать сама по себе. Знаешь, на самом деле здесь очень плохо, наверное, будет слышно звук на этом видео. И вряд ли кто-то что-то слышит. Я смотрю в твои светлые глаза. В мои светлые глаза? И понимаешь, что ты, чувак, постоянно все отвлекаешь, специально делаешь участие, все неинтересно. Да нет, ты что, я никогда не изображаю безразличие. Это для зрителей. Ванька, ты такой классный, у тебя такие светлые глаза. Зачем ты выдал себе такой образ? Он тебе не подходит. Фига. Может, не стоит? Так, Мария считает, что мой образ мне не подходит. Да, абсолютно верно. И она стряхивает пепел вот на пол. А ты не понял, да, что вся причина в том, что ты, мужчина, не нашел мне пепель в лице? Вот этой личности все вокруг виноваты, но только не она сама. Она сама золото, золото, смотрите. Нет, я же ярлык, я дура, я просто самопышная девочка, которую все воспринимают как ярлык, да? Ванька, да? Ну, что у меня может быть в мозгах? Ну, не бывает красивых. Риторический вопрос, абсолютно риторический. Что у меня может быть в голове? Да, действительно, что у меня может быть в голове? Никого это, собственно, не волнует. То есть, единственное, что тебе приходится, это... Вот смотрите, она управляет ушки, перед ним еще на коленях, можно сказать, стоит. А она заботится только о себе. Мне, чтобы отметить этот факт такой, лестный довольно. О, Мария, ты не врубаешься. Я могу делать все, что я хочу. И эту волю дали мне выпить. Ладно, все, сегодня уже эфирного времени тебе хватит. Нужно еще на остальных. Я, собственно, хочу пепель виницу и свою красную Мэри, которая мне никак не приготовила. Удачи! Удачи! Продолжение следует...